В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуск коротко об основных событиях. Экологический субботник в рамках акции «Вода России» прошел на Табловском пруду. Бережим нашу экологию, делаем свой вклад и, соответственно, привлекаем молодое и наше население. В музей-заповеднике Борки Ленинский прошла экологическая акция, цель которой – очистить берега и поверхность реки Пахры от мусора. Сегодня прям ажиотаж. Около 30 человек записалось. В Центральном парке прошло танцевальное мероприятие для детей. Экологический субботник в рамках акции «Вода России» прошел на Табловском пруду. Эта акция проводится уже 10 лет и объединяет волонтеров со всех регионов страны. В этот раз участвовали в Борке прибреженной зоны представители администрации, депутаты, волонтеры и активные жители Ленинского городского округа. Всероссийская акция по очистке от мусора берегов рек и водоемов «Вода России» проводится в рамках федерального проекта сохранения уникальных водных объектов национального проекта «Экология». Табловский пруд занимает более 4 гектаров. Купание в нем запрещено. Но, несмотря на это, порядок на берегах водоема наводить нужно. Акции очень замечательные и хорошие. Я очень рада, что в нашем городском округе такие акции проводятся регулярно. Эта акция обязательно нужна, в первую очередь, для нас самих. Надеемся собрать и саккумулировать большое количество мусора, насколько это возможно. Хотим привлечь внимание, наверное, администрации Ленинского городского округа Московской области к тому, что этот объект необходимо как-то реконструировать, облагородить, сделать массовое благоустройство. Целью экологической акции была не только очистка берега реки от мусора, но и воспитание экологической культуры, привлечение внимания жителей округа к вопросам экологии и бережного отношения к природе. Бережем нашу экологию, делаем свой вклад и, соответственно, привлекаем молодое и наше население к тому, чтобы они все это держали в своих руках, потому что у нас часто поступают жалобы жителей, почему у нас грязно. К сожалению, сами же жители и сами же люди засоряют эту природу. Присоединились ко взрослым и волонтеры молодой гвардии. Вместе расчистили береговую зону пруда от травы, пластиковых и стеклянных бутылок, пакетов и другого мусора. На каждый субботник важного для нас, для важной территории нашего округа, будь это пруд или лесопарковая зона, мы будем присутствовать, потому что озеленение, благоустройство или же уборка территорий очень важна. Сохранять берега водоемов чистыми – это забота не только о здоровье местных жителей, но и о будущем всего округа и экологии страны. Убирали побережье и местные жители с детьми, представительницы Союза женщин России и работники предприятия «Гипсобетон». С каждым годом акция масштабируется. То есть изначально это были кучка экологов-активистов, а сейчас это уже серьезная такая организация под 50 человек с возможностью роста. Это не может не радовать. За небольшой промежуток времени участники проделали большую и нужную работу. Но каждому нужно помнить, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Инга Янчук, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. В музей-заповеднике Горки-Ленинске прошла экологическая акция, цель которой – очистить берега и поверхность реки Пахры от мусора. Необычность акции добавлял тот факт, что участники передвигались по воде на сабордах – специальных надувных приспособлениях для гребли. Максим Козлов расскажет подробнее. Сотрудники музея-заповедника Горки-Ленинский считают, что именно в этом месте любил купаться Владимир Ильич Ленин, когда поселился в Горках. А сегодня отсюда стартует экологическая акция, но в начале инструктаж. Пожалуйста, стараемся все держаться плюс-минус вместе, сообща. Просто, чтобы мы никого не потеряли, потому что очень часто иногда люди отстают, некоторые уплывают вперед, поэтому стараемся сильно не расходиться. Что обычно не входит в программу подготовки к заплыву – раздача мусорных мешков. Совместное путешествие софтсерферы называют сплавом. Но если обычно это просто путешествие для отдыха и удовольствия, то в данном случае мероприятие носит название «Экосплав». Сплав для гостей, кто хочет убрать пахру, очистить речку от мусора и сделать чуть лучше этот прекрасный мир. В том году мы проводили тоже «Экосплав». Мы собрали около 20-30 больших мешков, 120-200 литровых. Сегодня прям ажиотаж. Около 30 человек записалось. Несмотря на будний день. Да, несмотря на будний день. Приехали, смотрим. Во время инструктажа ознакомят и со средством передвижения. Это так называемый сабборд – надувной снаряд для плавания по поверхности воды. Опытные саббордисты, как правило, на нем стоят, но инструктор показывает более практичную позу для новичков. И садимся так, чтобы у нас ручка черная по центру находилась между ног. Все, вы сидите правильно. Далее начинаем доставать весло и гребем. Детям и тем, кто не уверенно себя чувствует на воде, раздают жилеты и участники «Экосплава» потихоньку отправляются в плавание. Как известно, горки Ленинские не только музей, но и заповедник, экосистема которого тщательно охраняется. А потому здесь всегда рады добровольным помощникам. Узнала из социальных сетей ВКонтакте, увидела горки Ленинские, это афишировали. У себя и вот прочитала, узнала, позвонила и записалась. Я, кстати, впервые на САПе сегодня буду. Надеюсь, что все получится и мусор собирать, и сплавиться. Едва отплыв, участники акции начинают уборку. В основном много мусора скапливается вдоль берега и, к сожалению, в тех местах, где традиционно любят собираться на отдых компании. Продлилась акция чуть больше четырех часов, а следующий можно будет узнать из аккаунтов в социальных сетях музея-заповедника «Горки Ленинские». Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Сотрудниками МВД России по Ленинскому городскому округу задержаны двое уроженцев Тамбовской области, один из которых ранее судимый, подозреваемых в организации занятия проституцией. Установлено, что злоумышленники на 31-м километре МКАД на парковке рядом с поселком Дубровский организовали так называемую «точку», где девушки оказывали платные услуги сексуального характера. В результате оперативно-розыскных мероприятий за оказание интимных услуг задержаны три женщины в возрасте от 32 до 43 лет, жительницы Владимирской и Белгородской областей. Ранее они уже привлекались за аналогичные правонарушения. В отношении гражданок составлены протоколы об административном правонарушении, на каждую наложен штраф. Также оперативными сотрудниками установлены и задержаны два организатора незаконной деятельности, которые подыскивали девушек для оказания интимных услуг, осуществляли их доставку на точку, обеспечивали безопасность и собирали денежные средства за работу. В ходе осмотра автотранспорта у одного из задержанных обнаружены и изъятые телефоны, банковские карты, черновые записи и деньги. В отношении мужчин дознавателям отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 241 Уголовного кодекса Российской Федерации. Судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Лето в самом разгаре. В Подмосковье близится сезон ягод и грибов. Но перед походом в лес важно основательно подготовиться, чтобы знать, как не заблудиться и найти дорогу домой. Ориентировочный маршрут и время возвращения – то, что надо определить перед походом в лес. Также следует сообщить близким о появившейся идее сходить за грибами. Яркая одежда станет вашим помощником при прогулке по лесистой местности. Не отклоняйтесь от построенного маршрута и обязательно возьмите с собой воду, еду, необходимые лекарства. А в телефоне оставьте только функции для звонков и СМС. Если вы или ваш родственник потерялись в лесу, звоните в службу спасения 112. Каждую пятницу в Центральном парке города Видное проводят веселые и энергичные мероприятия для детей. В очередной раз сказочный герой порадовал юных гостей зажигательными танцами на главной сцене. Все подробности в сюжете нашего корреспондента Юлии Стаферовой. Начать свой день с танцев компании аниматора в костюме – это хорошая задумка. Чтобы ее осуществить, достаточно прийти в Видновский Центральный парк на детскую развлекательную программу, которая называется «Мультитанцульки». Пропустить такое мероприятие невозможно, так как его проводят каждую пятницу с 11 утра. Кроме танцев, в течение дня для маленьких гостей организуют игры и творческие конкурсы. Родители считают такое времяпрепровождение полезным для детей. Нам очень нравится. Ребенок двигается, учится двигаться. Причем с самого маленького возраста. Мы, наверное, с года полтора уже ходим сюда. И она с большим удовольствием бежит сюда танцевать, подвигаться, с ребятами вместе пообщаться. Сейчас в самом разгаре летние каникулы, поэтому у ребят много свободного времени, чтобы провести его весело и незабываемо. Это развлекательное мероприятие может подарить детям хорошее настроение. Можно потанцевать. А вот я могу веселиться. Приходите со своими детьми в следующую пятницу в Центральный парк к 11 утра и получите массу положительных эмоций. Юлия Стаферова, Кирилл Махров, Ольга Садовская, Видное ТВ. В рубрике «Афиша» мы расскажем вам о том, как можно провести выходные дни. 29 июня в субботу в парке «Сосинки» на Жуковском проезде пройдет развлекательная программа для детей «Сундучок приключений». Вход свободный, начало в 12.00. В деревне Сопронова во дворе дома 20 Северного квартала также пройдет детская игровая программа «Искатели приключений». Начало также в 12.00. В 16.00 в библиотеке поселка Новодорожжино состоится кинопоказ с обсуждением фильма «Судьба человека». Приходите посмотреть классику советского кино. В 18.00 на площади у Дома культуры «Буревестник» в селе Молоково пройдет День молодежи. В программе выступление кавер-группы «Пенная вечеринка», «Дискотека». Проведите свои выходные, интересно и с пользой. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова